Давайте поговорим про новую тему, тоже такую, касающуюся не питона, а в целом технологий. Эта тема связана с обработкой текстов, и это что называется регулярное выражение. Собственно говоря, кто-то мог уже с ними в том или ином виде сталкиваться, но давайте поговорим как-то систематически. Про то, что это такое. Это такая штука, которая нужна для того, чтобы вытаскивать из текстов какие-то фрагменты. Это такой в некотором смысле язык шаблонов. Он, на самом деле, существует в разных формах. В частности, например, в Microsoft Word тоже есть регулярные выражения. Правда, там обозначения не такие, как те, к которым, допустим, я привык. Я сейчас буду рассказывать про регулярные выражения, которые работают в питоне. Не только в питоне, в R, в общем, более-менее во всех таких программистских инструментах. И даже не только в программистских. Есть какие-то стандартные текстовые редакторы. Например, есть текстовый редактор Notepad++, который тоже регулярные выражения поддерживает. Значит, давайте я покажу сначала что-нибудь в питоне. Нам понадобится библиотека RE, собственно говоря, Regular Expressions. И давайте возьмем какую-нибудь строчку. Скажем. А давайте просто возьмем какой-нибудь текст. Любой мой. Что такое? Значит, я просто возьму, скопирую несколько абзацев из Википедии. Ну и давайте представим себе, что я хочу из этого текста, этот текст как-нибудь преобразовать. Ну, например, ну давайте для начала просто выделить, скажем, предложение в этом тексте. Ну или, может быть, предложение довольно нетривиально. Давайте. Ну вот давайте вот такую задачку решим. Значит, я хочу в этом тексте выделить всевозможные словосочетания, которые находятся в кавычках. Видите, вот здесь вот есть, допустим, Петрова служения в кавычках, и есть преемника Петра в кавычках. Вот, допустим, я все вот такие вот выражения хочу из этого текста извлечь. Ну, как бы вы стали это делать ручками? Кстати, хороший вопрос. Вот, допустим, я хочу вот такие вот штуки вытащить. Как бы вы стали это делать просто, вот если вы не знаете ничего про регулярное выражение, просто на Петоне? Ну, предположить, что как бы если есть открывающая кавычка, есть закрывающая кавычка, и найти все кавычки, то есть, например, сделать какое-нибудь множество со всеми видами кавычек, найти все кавычки и найти все, что между ними. То есть, как бы будет какой-то индикатор, который, например, у нас открыты кавычки или не открыты. Если кавычки открыты, и тогда я, как бы, идя по тексту, все записываю в, например, какой-то it-элемент массива, как только кавычка закрывается, я перестаю записывать и и иду дальше по тексту. Потом, когда кавычка открывается, я снова записываю. Да, я понял. Уже в новый элемент. То есть, вы хотите написать какой-то вот такой вот код, типа код start отравняется false, дальше вы хотите перебирать просто по символу, и если символ является кавычкой открывающей, здесь открывающая кавычка, дайте мне открывающую кавычку, а ладно, у меня и на клавиатуре есть открывающая кавычка, что я, собственно. Это, наверное, такая идея на штуку, наверное, может, удобнее было бы разбить это дело как-нибудь там на слова, но, короче, да, моя идея в том, чтобы искать сами кавычки и искать то, что между кавычками. Да. Значит. Ну, то есть, видимо, должно быть что-то в таком роде. Значит, если у нас кавычки открылись, давайте здесь сделаем какой-нибудь пустой чанк. Тогда вот start отравняется true, дальше, ну и дальше продолжить. Если кавычки наоборот закрылись, вот start отравняется false, продолжить. Значит, я не помню, я, кстати, говорил про эту вот команду continue. Она просто перезапускает цикл сначала. Было такое, да? Ну, значит, она просто перезапускает цикл сначала. То есть она говорит, что вот все продолжение, которое есть в телецикле, выполнять на этом шаге не нужно, а нужно просто вернуться на начало цикла и дальше идти как будто бы брать следующий символ. И здесь мне нужно сделать if, что там, quote started. Мне нужно приделать к моему чанку, приделать текущий символ. А еще нужно, видимо, вот здесь, вот здесь, видимо, приделать, приаппендить, допустим, вот так вот текущий чанк. Ну, хорошо, да, Михаил предлагает более эффективное решение. Но действительно, такое концептуальное решение, оно действительно примерно вот такое. То есть приходится написать какой-то вот такой код. Давайте, кстати, посмотрим, будет оно работать или нет. Ой, что-то я не сделал. Ну да, потому что мне нужно было, потому что я заряд чанка обнуляю каждый раз, а его нужно обнулять вот в этот момент. Да, ну хорошо. Ну вот пришлось написать вот такой вот какой-то код. Можно было бы действительно повозиться с сплитами и поиском символов строки и сделать это более эффективно. Но, ну, в общем, как-то для решения такой простой задачи писать какой-то вот такого типа код как-то не хочется. Вы вначале что-то импортировали? Я импортировал RU, но пока им не пользовался. Давайте я покажу теперь, как это сделать с помощью как раз регулярных выражений. Давайте find.dl сразу сделаю. Ну, собственно говоря, вот. Выглядит немножко как магия. Ну, хорошо, если вам не нравится то, что сами кавычки включены в текст, хотя вот здесь у нас не были включены, ну, вот так можно их убрать. Кстати, можно сравнить скорость выполнения. Давайте посмотрим, сколько работает наш код. 156 микросекунд. Давайте посмотрим, сколько работает регулярка. 18 микросекунд. Ну, в общем, в 10 раз быстрее работает вот эта штука, чем наш доморощенный код, хотя я, честно говоря, думал, что она будет работать еще быстрее. Вот. Ну, давайте посмотрим, чего у меня здесь такое написано. Вот, собственно говоря... Можете начать, как вы строчку обозначали, изначально как вы ее объявляли? Если вне кавычки я... Да, через тайны-то кавычки все, вспомнил. Спасибо. Ну, эти-то кавычки, это не настоящие кавычки. То есть, с точки зрения питона, вот эти вот символы открывающие кавычки и закрывающие кавычки, он их не воспринимает как кавычки. Так что тут в этом смысле нет совсем никакой проблемы. Но, в принципе, да, вот тройные кавычки – это штука, которая позволяет легко объявить строчку, во-первых, многострочную, во-вторых, содержащую внутри себя какие угодно кавычки. Ну, лишь бы не тройные, а что в обычных текстах встречается редко. Итак, смотрите, значит, вот у меня в моей команде у меня первый аргумент – это как раз паттерн, шаблон, в котором написано, чего я, собственно говоря, ищу. И вот здесь вот я написал примерно следующее, что я ищу текст, который устроен так. Он начинается с открывающей кавычки, потом, значит, вот эта вот скобочка, она пока что игнорируется. Потом вот то, что написано вот в этих квадратных скобках, это некоторое множество символов, а именно они соответствуют любому символу, кроме закрывающей кавычки. Сейчас, я написал кроме второй открывающей. Ладно, давайте сделаем вот так. Так все равно сработает, но будет более правильно. Ой, уже 2 микросекунды. Он, видимо, что-то кэширует, поэтому дальше работает быстрее. А может просто работает быстрее такой код. Да, наверное, вот такой код просто быстрее работает за счет того, что там бэктрекинг сделать проще. Дальше я говорю, что у меня есть открывающие кавычки. Дальше любое количество символов, например, это плюсик, он обозначает любое количество вот этих символов. Любое количество не закрывающих кавычек, а потом закрывающая кавычка. И вот это как раз и есть наша регулярка, которая вытаскивает нам ровно то, что нужно. Выглядит немножко магически. И вообще в целом регулярное выражение это такой немножко инструмент, не самый интуитивно понятный. Особенно, когда у вас какая-то сложная регулярка, вы в нее смотрите, и, как правило, очень трудно понять, что там происходит. Но регулярка полезна в тех ситуациях, когда вам нужно что-то простое вытащить из строчки. Но вот такое простое, что у него логика все-таки чуть сложнее, чем просто найти заданную подстроку в строке и посмотреть, где она находится. Но при этом не суперсложная. Для суперсложной логики может быть проще писать какой-то обычный императивный код. Но давайте посмотрим как-то более систематически, как эти регулярки работают. Значит, смотрите. Давайте я, может быть, сделаю вот что. Есть такой сайт regx101.com. И он хороший, потому что он позволяет прямо мгновенно смотреть на то, как натальная регулярка работает. Здесь есть разные режимы. Дело в том, что регулярки есть в разных языках программирования, и они могут чуть-чуть отличаться какими-то тонкостями. Давайте мы сделаем именно питоновские регулярки. Давайте мы напишем здесь какой-нибудь текст. Я не знаю, я сейчас какой-нибудь... Ладно. Давайте я лучше начну с регулярки, а потом буду придумывать для нее какой-нибудь текст. Значит, и я сейчас ищу... Давайте что-нибудь... Значит, например, так. Есть следующие основные команды в регулярных выражениях. Во-первых, те символы, которые вы просто набираете, если это обычные символы, например, символ латинского алфавита, они соответствуют сами себе. А есть символы, которые не соответствуют сами себе. Ну, например, это вот эта вертикальная палочка. Вертикальная палочка, она говорит, что у нас происходит выбор одного из двух вариантов. Но в данном случае я говорю, что вот эта вот штука, которая у меня получается, она будет соответствовать или букве А, или букве Б. И видно, что действительно все Ашки и все Бшки у нас соответствуют этому шаблону. Ну, вот в данный момент у меня вот эта штука, она ищет всевозможные соответствия вот в этом тексте для этого шаблона. И вот видно, что она находит отдельно, отдельное соответствие для буквы А, отдельное соответствие для буквы Б. Ну, собственно говоря, я мог бы здесь еще добавить каких-нибудь букв посередине, чтобы было видно, что это она не пару А бы ищет. Ну, и здесь могла быть не одна буква, могла быть какая-нибудь строчка. Допустим, вот так я могу сделать Hello или World. Вот, и дальше. Ну, и так далее. Значит, видно, что она соответствует либо одному слову, либо другому слову. Значит, может такое быть, что я хочу сказать, что вот этот оператор действовал бы не на все, что написано слева и справа, а на какие-то кусочки. Ну, тогда можно ставить скобки. Например, я могу сделать что-нибудь в таком роде. Ну, ладно, сейчас совсем что-то странное получилось. Значит, что здесь написано? Здесь написано, что мне нужна строчка, которая устроена так. Она начинается с here, дальше идет либо low, либо war, а потом заканчивается все на ld. Вот видно, что действительно она с вот такой строчкой сметчилась. или может сметчиться вот с такой строчкой. Соответственно, вот этот вот оператор or, он работает на то, что слева и то, что справа, но с учетом того, что бывают еще скобки, которые ограничивают как бы ту группу символов, которая нас интересует. Вот. И это первый оператор, который нам нужен. Собственно говоря, по большому счету нам нужна вот эта штука. И вторая вещь, которая нам нужна, это так называемые квантификаторы. Например, вот такая вот строчка, она говорит, что значит, a, a, a плюс b. Здесь эта штука устроена так. Я говорю, что моя строка должна начинаться с буквы a, потом вот здесь есть еще одна буква a, и после нее стоит плюсик. Этот плюсик означает, что предыдущая предыдущая как бы конструкция, в данном случае это предыдущая одна буква a, может повторяться один или более раз. И дальше стоит буква b, одиночная. Это просто означает, что эта буква b должна соответствовать самой себе. Значит, получается, что я ищу слово, которое начинается с буквы a, потом содержит в себе какое-то количество букв a, и потом обязательно заканчивается на букву b. То есть, иными словами, у меня начинается все должно с двух хотя бы букв a. То есть, вот так просто a, b не сработает, а вот так сработает. И вот так сработает. И, в общем, этих букв a здесь может быть сколько угодно. Или я могу сделать, например, такую штуку. Значит, что вот это сейчас за штука получается? А, а в скобочках, потом плюсик, потом b. А что это за слова такие? Ну, с четным количеством a. Да, с четным количеством a. Причем видно, что даже вот, например, здесь есть сейчас слова, в которых есть нечетное количество букв a. но при этом просто эта штука, она вытаскивает как бы максимальную последовательность, которая удовлетворяет этому выражению. То есть, просто она вот эту вот первую букву a проигнорировала, а вместо этого она говорит, что вот нам нужно откусить четыре буквы a и буквы b. И это будет соответствовать вот этому шаблончику. Ну, собственно говоря, да, есть еще, например, вот такая штука. Она говорит, что, значит, звездочка – это тоже квантификатор, который говорит, что здесь должно быть либо сколько-то вхождений в вот этой вот конструкции, но может быть не одной. То есть вот эта звездочка с вот этой звездочкой у нас просто одиноко стоящие буквы b. тоже удовлетворяет нашему, вот, например, вот эту вот букву b. Тоже удовлетворяет нашему регулярному выражению, тоже соответствует этому шаблону. Вот. Ну, и, собственно говоря, если так говорить с точки зрения теории, то, в принципе, в регулярных выражениях нет ничего, кроме вот этих, грубо говоря, трех операций. Одна операция состоит в том, что вы можете просто писать какие-то фрагменты рядом, как бы конкатинировать их, и это означает, что они в тексте должны тоже конкатинироваться. Вторая операция – это вот эта операция альтернирования, когда вы говорите, что нужно выбрать один вариант из двух. И третья операция – это квантификаторы. Их можно, и при этом их можно комбинировать. То есть, например, я могу сказать следующее. Например, вот такая вот штука, она говорит, что я ищу слова, которые начинаются с буквы А, а потом внутри себя содержат либо буква А, либо буква Б, и заканчиваются буквой Б. Значит, тот факт, что я взял и добавил к… То есть, я написал в скобочках А, палочка Б, а потом после скобочек написал плюс. То есть, вот этот вот плюс, он говорит, что вот этот шаблон нужно повторить сколько-нибудь раз, хотя бы один. И при этом выбор внутри вот этого шаблона можно делать независимо. То есть, это не значит, что мы один раз выбрали А, и дальше вот эту А должны повторять. Повторяется не конкретная строчка, а повторяется именно как бы шаблон. Ну, собственно говоря, сейчас, кстати, этого не очень хорошо видно. Давайте я еще сделаю какую-нибудь такую вот строчку. Вот видно, что у меня есть Бшки, Ашки как-то чередуются, но вот такая строчка, она удовлетворяет вот этому регулярному выражению. Вот, в принципе, по большому счету в регулярных выражениях ничего больше и не существует. Это вот эти вот три операции. Их достаточно, чтобы любое регулярное выражение задать, так сказать, по определению. Регулярное выражение – то, что состоит из этих трех операций. Но для… Нужно еще отрицание. Нет? Значит, вот изначально в регулярных выражениях нет никакого отрицания. Но, собственно говоря, то, что используется сейчас в исках программирования, во-первых, это не совсем регулярное выражение, хотя по-прежнему называется так. А во-вторых, там есть много всяких шорткатов, которые, в принципе, эквивалентны каким-то более длинным выражениям, составленным из вот этих трех операций. Собственно говоря, из вот этих трех операций, я бы сказал. Ну вот, например, то, что мы сейчас использовали, а именно, когда мы говорили, что я хочу сделать какую-нибудь вот такую штуку. Так, здесь нужно поставить плюсик. Значит, когда я использовал в квадратных скобках вот эту вот конструкцию, которая говорит, что мы хотим любые символы, кроме закрывающей кавычки, ну, на самом деле, вот как бы чему эта штука соответствует. Теоретически я мог бы просто взять и просто перечислить через вертикальную палочку здесь вообще все символы, какие есть, ну вот кроме вот этой вот закрывающей кавычки. С точки зрения языка регулярных выражений, это было бы эквивалентно. Но поскольку перечислять такие штуки очень долго и неэффективно, здесь возник такой шорткат, который позволяет кодировать некоторое множество символов. Например, вот если я хочу всевозможные символы латинского алфавита, то я могу сделать вот так. Ну, на самом деле, это можно сделать еще проще, но можно сделать, например, вот так. Значит, я в квадратных скобках пишу множество символов, которые меня интересуют, и, соответственно, дальше будет происходить выбор из этого множества. Значит, множество символов кодируются, ну, то есть можно вообще просто перечислять. Допустим, вот я еще хочу, например, вот так. Значит, я говорю сейчас, что меня интересуют кавычки, открывающие и закрывающие кавычки елочки, а дальше символы, начиная от А и заканчивая Z маленькой, и начиная от А большой, заканчивая Z большой. А пробелы? Хорошо, давайте пробелы возьмем. Теперь вся строчка соответствует одной этой регулярке. А если я уберу пробел, то будет соответствовать только отдельные слова. Я еще мозгами на кавычках остановился. Кавычки. Вот они. Кавычки, да, да. Все, я понял смысл этой строчки. Вот. Значит, вот это один из, опять же, один из инструментов квадратной скобки, это инструмент перечисления символов. Соответственно, если я просто пишу здесь какие-то вот такие штуки, то это означает, что все символы, которые входят в это множество, а если я, наоборот, хочу исключить какие-то символы, то я ставлю крышечку, и тогда это будут все символы, которые не входят в это множество. Ну вот, например, все символы, кроме больших латинских букв. Видно, что вот эту вот Ашку он убрал, а все остальное у нас включается. Вот. Значит, это один способ упростить жизнь в регулярках. Значит, дальше есть некоторые предопределенные специальные символы. Например, если я хочу посмотреть на все пробелы, при этом пробелы, это не обязательно буквально пробелы, это могут быть, например, символы переноса строк или какие-нибудь табуляции. Изготовить табуляцию-то. Куда мне табуляцию взять? Ну ладно. В общем, вот это вот всевозможные пробельные символы. Ну, собственно говоря, вот он пишет, какие именно здесь символы есть. Это символы переноса строк, табуляции. Бэкслэш F, кстати, я не знаю, что такое бэкслэш V, я тоже не знаю, что такое. Ну и там дальше парочка каких-то пробельчиков. Второй, видимо, это неразрывный пробел. Да, вот я сейчас сделал здесь неразрывный пробел. И он мне его выдал, как есть. 160-й. 160-й – это неразрывный пробел, что ли? Да, non-breaking space. Короче говоря, или, например, наоборот, если я хочу все непробельные символы, то я могу написать бэкслэш S большое, и будут нам все непробельные символы. Вот так, например, можно выделить как бы все слова. То есть я говорю, что меня интересуют всевозможные цепочки букв, которые состоят из непробельных символов. Такой способ. Ну, в неком смысле, на самом деле, когда вы делаете обычный сплит и не передаете ему никаких дополнительных аргументов, то он делает, в общем, вот эту штуку. Ну, или, например, есть вот такая вот штука бэкслэш D – это просто то же самое, что перечислить все цифры. Значит, вот видно, что циферки все соответствуют. Эти штуки можно использовать внутри квадратных скобок тоже. Например, вот так я выделяю всевозможные не цифры. В общем, это, пожалуй, про что я еще не рассказал. Тут, кстати, есть некоторая шпаргалка где-то была. вот так. Так, это штука, которая просто показывает. А, да, вот еще полезная вещь. Значит, есть символ-точка, который означает любой символ. Ну, там в зависимости от режима это может быть совсем любой символ, а может быть любой символ, кроме символа переноса строки. В данном случае, да, вот в данном случае он говорит, что все, кроме символа переноса строки. Там и есть, и есть разные дополнительные опции, которые заставляют регулярное выражение работать немножко по-другому. Но вот, в частности, сейчас мы говорим, что точка не соответствует переносу строки. Можно сделать так, что она будет соответствовать переносу строки. Значит, есть символ, который соответствует началу строки. Это, собственно говоря, крышечка. Заметьте, что крышечка внутри квадратных скобок и крышечка вне квадратных скобок работают совсем по-разному. Крышечка внутри квадратных скобок обозначает начало, вне квадратных скобок обозначает просто начало строки. Например, я хочу найти, допустим, что-нибудь в таком роде. Все, что есть в начале строки, и при этом… Хорошо, давайте вот так. Первое слово каждой строки. Таким образом вытащил. И есть аналогичная вещь, которая обозначает конец строки. Это символ доллара. Допустим, я могу посмотреть на последнее слово в каждой строке. Backslash W – это всевозможные такие… Видите, они называются word character, то есть это просто символ латинского алфавита или цифры, или нижние подчеркивания. То, что используется в питомских идентификаторах по умолчанию. Вот. Итак, я выделяю, наоборот, последние символы в этой штуке. Что я еще забыл? Да, значит, еще одна штука, которая тоже экономит… Значит, немножко упрощает жизнь. Если вы хотите, например, сделать, допустим, вытаскивать 2, 3 или 4, 2, 3 или 4 цифры, то это можно сделать вот так вот. Значит, вот в фигурных скобках перечисления – это тоже такой квантификатор, он говорит, что вам нужно выделить от 2 до 4 вхождений вот этой штуки. Значит, видно, что здесь выделяются последовательности, состоящие из 4 цифр. Ну, в общем, это такие основные штуки. Сейчас фигурные скобки – это… Еще раз. Он смотрит на то, на какой список у нас до этого и ищет штуки, которые содержат от 2 до 4. От 2 до 4 этих штук, да. Ну, вот в данном случае я говорю, что от 2 до 4 цифр. Ну, а могу, например, сделать что-нибудь в таком роде. От 2 до 4, допустим, что-нибудь в таком роде. Это у меня сейчас будет такая вещь. От 2 до 4… Ой, это вот такая штука должна быть. Значит, от 2 до 4 таких штук, которые вначале имеют букву «А», а потом имеют любую цифру. Вот видно, что, например, вот такая вот штука сработала. И вот такая штука сработала. А, например, вот такая штука уже не сработает, потому что не подходит под такой шаблончик. А вот у вас, когда было там 5 цифр подряд, он выделил первые 4. Что имеет какой-то смысл. А можно… Ну, в целом, как бы, если я хотел бы с конца их поделять, у меня было бы, наверное, проще строчку развернуть. Ну, да. В общем, если вы хотите выделять с конца, то тут уже нужно будет что-то поделать. Ну, например, вы можете сказать вот что-нибудь в таком роде, что вы хотите, например… Ну, вот, например, если бы я хотел бы выделить… Вот давайте представим себе, что у меня какая-нибудь вот такая вот штука. Я хотел бы выделить наоборот вот такую вещь. Да, но я бы дальше мог бы сказать, что вот у меня должны идти вот эти от двух до четырех цифр, а потом, например, или пробел какой-нибудь, или, например, конец строчки. Чего-нибудь в таком стиле. И вот тогда бы я выделил бы то, что вам нужно. Ну, заодно, правда, я бы еще этот пробел захватил бы. Но в первом приближении это похоже на то, что вы хотите. Наверное. По умолчанию регулярные выражения работают в таком, как говорится, жадном режиме. То есть они пытаются вытащить максимально длинную строчку, которая удовлетворяет этому выражению, но при этом, ну, там такой довольно хитрый алгоритм. Не то, чтобы он был бы сильно хитрым, но, в общем, регулярно пытается найти как можно более длинную строчку. При этом, ну, вот, например, давайте представим себе, что у меня есть какая-нибудь вот такая штука. Допустим, сейчас, допустим, у меня какая-нибудь такая вещь. Сейчас что-нибудь сложное будет. Значит, допустим, а, потом либо какое-то количество ашек, а потом б, либо, допустим, скажем, либо какое-то количество ашек, потом б, потом с. Сейчас я хочу какой-нибудь более веселый пример придумать. Сейчас я хочу какой-нибудь более веселый пример. Интересно. А что именно? Как-то я думал, что он по-другому сработает. Вот, да-да, если вот вы так сделаете, это будет сработать ближе к тому, как вы это изначально говорили. А так он как бы делает вариант между b и b до этого. А звездочка что такое? Звездочка — это ноль или более вот этих символов а. Извините, я правильно понимаю, что звездочка — это равносильно тому, что мы поставили плюс или ничего? Или ничего, да. Да, да, правда. Или наоборот, плюс можно считать, считать, что это все равно, что я продублировал этот символ, а потом написал звездочку. Так, вот, кстати, довольно забавно. Теоретически вот эта регулярка, теоретически по тому, как она написана, можно было бы ожидать, что она может съесть и вот такую более длинную строчку. Начиная с а. Сейчас. А, нет, не может. Да, все правильно. Не может она такое съесть. Вот такая вот могла бы съесть. Почему она такое не хочет съесть? Ашки, потом бэшки, потом цэшка. Ну-ка, если я вот это вот альтернирование уберу, чем будет. Да. В общем, нетривиально. Вот смотрите, теоретически вот вся эта строчка теоретически могла бы подходить под вот этот шаблон. И, честно говоря, я думал, что она всю эту строчку сметчит. Сейчас, где звездочка? Ну, казалось бы, я говорю следующее. Ну, смотрите, значит, поскольку вот эта палочка – это выбор одно или другое, соответственно, если я его уберу, то вот то, что осталось, по идее, тоже должно было бы подойти. Значит, ашка, у меня написано а, потом какое-то количество символов а, потом какое-то количество символов b, а потом c. Это, в принципе, подходит. Но, как видите, из-за того, что у него возникла вот эта вот альтернатива другая, он не добрался до вот этой c. То есть он действовал как-то так. Значит, вот он взял ашку, дальше он, видимо, пошел по вот этой вот ветке, стал смотреть, что будет, если он будет продолжать делать вот такую штуку. И когда дошел до b, он почему-то на этом успокоился. Честно говоря, интересно сейчас, если мы поменяем местами вот эти вещи. У меня что-нибудь поменяется или нет? Ну да, поменялось. То есть, видимо, здесь все-таки есть вот этот оператор or, он не совсем коммутативен. Я их поменял местами два аргумента, и при этом результат изменился. Но вот, как видите, даже в таких довольно простых примерах уже возникают какие-то вопросы о том, как именно все это работает. Но, в общем, да. Честно говоря, немножко неожиданно для меня, что результат вот этой штуки вот такой. Ну ладно. Окей. В целом, регулярные выражения пытаются быть жадными, пытаются вытаскивать как можно более длинную строчку. Но, как видите, не всегда получается. Ну то есть, если я сделаю вот так, например, то понятно, что вот теоретически вот эта штука, она просто говорит, что у меня есть какая-то строчка, которая начинается с буквы А, заканчивается буквой А, и внутри все буквы А. Поэтому, в принципе, вот такая вот строчка тоже подошла бы. Допустим, первые четыре буквы. Но здесь регулярка все-таки пытается быть жадной и пытается захапать как можно более длинную строчку. Или другой пример, скажем, допустим, у меня есть. Представьте себе, что я, опять же, ищу какую-нибудь штуку, в которой есть. Ну вот давайте представим себе, что я пытаюсь найти... А вот, собственно говоря, можно вернуться в наш питомовский пример. Допустим, я сделаю вот так. Кстати, интересно, что будет. Во. Значит, вместо того, чтобы сказать, что у меня здесь любая строчка, кроме закрывающей кавычки, любой символ, кроме закрывающей кавычки, я говорю, что здесь любой символ вообще. И видно, что произошло. Смотрите, значит, у нас теоретически вот этому паттерну, в принципе, соответствуют вот эти кусочки, которые нас изначально интересовали. Но в то же самое время вот этому же паттерну соответствует и вот такой кусочек, который начинается вот здесь открывающей кавычкой, а заканчивается вот здесь закрывающей кавычкой. И за счет того, что регулярные выражения стараются быть жадными, он берет более длинную, значит, более длинную штуку, а не более короткую. Вот. В принципе, его можно сказать, чтобы он не был жадным. Для этого нужно... Сейчас, как-то его можно сказать, наверное, чтобы он был менее жадным. А, ну да, это не тут ставится. Это ставится вот как. Это не флаг. Это свойство конкретного квантификатора. Значит, вот здесь я поставил знак вопроса после этого плюсика. И это означает, что конкретно вот этот квантификатор, ему велено быть нежадным. То есть велено не пытаться вытащить как можно более длинное слово, которое удовлетворяет этому запросу. А велено просто, как только мы дошли до какого-то символа, который позволяет нам сформировать полностью этот шаблон, мы на этом заканчиваем. Значит, вот этот знак вопроса – это отрицание жадности. Видно, что из-за того, что фактически все описание вот этих паттернов, оно устроено с помощью каких-то символов, которые имеют специальное значение, а не там, допустим, слов естественного языка. Видно, что регулярное выражение выглядит как магия. Для примера давайте я сейчас покажу... Ну, хорошо, давайте вы сами попробуйте написать регулярное выражение, которое мэтчит e-mail. Вот представьте себе, что у вас есть текст, и вам нужно в этом тексте найти e-mail. Попробуйте, напишите мне регулярку, которая это сделает. Давайте я напишу какой-нибудь текст. Пусть будет что-нибудь такое. Пусть будет что-нибудь такое. Что-нибудь в таком роде? Вопрос. А вот в Markdown в ноутбуке, как просто сделать следующую строжку? То есть она делается, если сделать три слэша обратных, но тогда один слэш остается видимым. Не понял. В Markdown? Да, обычный Markdown. Я хочу сделать обычный Enter. Это два Enter, а я хочу один. А я страшно. Ну, это HTML-ный тег breakline. Поскольку, в принципе, в Markdown не можно использовать HTML-ные теги спокойно, то можно использовать HTML-ные теги спокойно. То можно использовать HTML-ные теги спокойно. Не знаю, другого способа. Ну вот если поставить три обратных слэша, то два из них сделают переносать следующую строчку, а один останется висеть. Ну да. Красиво, правда. Короче, бррр, и все. Да, значит, смотрите, для того, чтобы регулярки записывать в Python, их очень полезно использовать вот такую вот конструкцию. Дело в том, что если вы в обычной строчке пишете что-нибудь типа backslash s, ну хорошо, не backslash s, а, не знаю, какие там еще бывают. Короче говоря, backslash в обычной строчке имеет некоторый специальный смысл. И чтобы backslash воспринимались буквально как backslash, а backslash часто используется также в синтаксисе регулярных выражений. Чтобы backslash буквально воспринимались как backslash, нужно поставить перед кавычкой букву R. И, как правило, регулярные выражения записываются именно так, в кавычках, начинающихся с буквы R. Он нашел вам просто все как бы символы между символами? Ну, что-то в этом роде. Ну, пустые типа. Так, ну давайте e-mail, как выделить. Так. Backslash... Да, значит, для того чтобы, если вы хотите использовать какой-то специальный символ, символ, но в его буквальном значении, вот, например, есть точка, вы хотите буквально сматчить точку, тогда нужно перед этой точкой поставить backslash. Backslash в целом экранирует любой символ, то есть любому специальному символу возвращает его буквальное значение. А в точку как, как любую, любой символ входит буквы? В точку входит все что угодно, кроме, там, может быть, символов переноса строки. Ага. Ну, чтобы было бы веселее, давайте сделаем... Что-нибудь вот в таком роде. И Twitter я не хочу записывать в e-mail. Так. Так. Давайте я вам скину сейчас тест-кейс свой. Вы попробуйте на нем погонять. А, значит, получается вытащить все e-mail и не вытащить ничего лишнего или не получается? Спасибо. Спасибо. Получается, хотите ли вы, чтобы мы учитывали домены их красивостью, что у них должна быть точка? Ну, я думаю, что можно... Ну, по крайней мере, можно ожидать, что в доменном имени есть точка. Наверное. Я вот не знаю. Теоретически есть, например, домен. Вот есть домен, скажем, просто Google. Нет, ну, наверное, просто Google, он мне не сработает. О, что в Google тоже не работает. Когда-то они такое делали. Ну, хорошо. Вот. Можно, например, есть домен первого уровня Яндекса. Можно, например, набрать просто www.yandex. Можно ли, бывает ли e-mail, который просто выглядит как, допустим, user at Яндекс. Я не знаю, можно ли здесь использовать просто домен первого уровня. Давайте считать, что в домене обязательно должна быть точка. Продолжение следует... Если что, домены бывают не только написаны на латинице. Я, кстати, вот тоже не знаю, насколько хорошо будет работать, если, допустим, есть всякие кириллические домены. Моя рука какой-то точно был домен кириллический для почты. Ага. Да, так что предполагать, что у вас обязательно домен состоит из символов латиницы тоже как-то стрёмно. Может, вы тогда скажете, из чего не состоят адреса мейлов, ну, почты? Это очень хороший вопрос, потому что на самом деле никто не знает. Дело в том, что нету, ну, как бы стандарт на стандартные e-mail, он очень... Очень много чего может быть валидным e-mail. И на самом деле валидировать вот так вот e-mail с помощью регулярок – это такое довольно гиблоиде на самом деле. Но, то есть, понятно, что в реальных условиях, если у вас есть... И если у вас есть... Давайте посмотрим, что пишут на Stack Overflow. Ой, что такое? Stack Overflow is currently offline. Ну, всё. Окей. Работа всех программистов застоприлась. Значит, вот. Тут есть какие-то примеры e-mailов. Сейчас. Где-то я видел статью... Где-то я видел статью по поводу того, что это гиблое дело. Ну, вот, например. Вот, видимо, правильный RegEx выглядит вот так. Но... Ну, это потому, что они на самом деле сложные. Потому что та РФЦ-шка, которая описывает e-mail, она ужасно универсальная. То есть, она писалась там на заре интернета, естественно. Это один из таких первых сервисов. И, в общем, она реально ужасно много всего может быть валидным e-mail-адресом. Короче, единственный способ провалидировать e-mail-адрес – это, в общем, попробовать отправить по нему что-нибудь и проверить, дойдет или нет. Ну, вот еще какие-то примеры. Валидных пример этих самых регулярок. Ну, в общем... В общем, сложно. Но, в принципе, я думаю, что, по крайней мере, вот из этого простого примера не так сложно вытащить те e-mail, которые здесь написаны. И если не заботиться о том, чтобы мы вытащили прям 100% всех e-mail, какие теоретически могут существовать в реальности, то, в принципе, я думаю, что здесь... Ну, я бы написал какую-нибудь несложную здесь регулярку, типа... Типа что там... Допустим... Да непонятно, что бы я написал. Ну, хорошо. Давайте сделаем вот что. Значит, я хочу, чтобы она начиналась с пробела или не с пробела. Или с начала строки. Если не с начала строки... Это конец строки был. Да-да-да. Я просто думаю о том, что ведь могло бы быть что-нибудь в таком роде. Поэтому кажется справедливым предположить, что она состоит только из, например, букв, латинского алфавита и цифр. Ну, да. Тогда можно было бы сделать что-нибудь в таком роде. Допустим, точки. Потом собачка. Потом... Ну, потом тоже что-нибудь в таком роде. Ну, по крайней мере, для... Ой, строчку-то я и не дал. По крайней мере, окей. Да. Но тут, правда, еще лишняя точка затесалась вот сюда. Давайте скажем, что оканчиваться она должна не точкой. И не цифрой, наверное. Ну, ладно, как-то так. В общем, насчет регулярных выражений есть известная программическая шутка. Значит, у меня была... Ну, кажется, лучше она рассказывается по-английски. Значит, что... Ну, это шутка, конечно, про то, что регулярные выражения становятся очень сложными. Довольно быстро. И их отладка сама по себе представляет собой отдельную проблему. Но, с другой стороны, если у вас что-нибудь такое маленькое и не слишком страшное, то регулярные выражения, ну, как бы знание регулярных выражений очень часто сильно упрощает жизнь. Именно в тех ситуациях, когда вам нужно сделать что-то алгоритмически не очень сложное. Но такое, что писать вот алгоритм вручную, было бы довольно тяжко. Значит, регулярные выражения имеют некоторые... Прям совсем теоретические ограничения. Например, вы... Ну, вот если говорить прям про совсем оригинальное регулярное выражение, вы там, в принципе, не можете решить задачу, например, мейчинга скобок. То есть вы не можете научиться отличать правильные скобочные конструкции от неправильных. Потому что регулярные выражения не умеют считать. То есть, например, вы не можете, скажем, определить с помощью регулярки вот эта вот штука, здесь скобочки сбалансированы или не сбалансированы. Ну и даже более простую вещь. Например, вы не можете с помощью регулярки найти все строчки, в которых одинаковое количество букв А и букв Б. Это некоторая встроенная проблема регулярок. Просто они недостаточно... У них недостаточно выразительная сила, чтобы такие вещи делать. Это несложно доказываемая теорема. Но, тем не менее, как правило, и не нужно. Как правило, если вам нужно что-то типа проверить правильность скобочных конструкций, то вам нужно писать парсер уже с помощью других средств. Но, например, регулярки могут быть очень полезны, даже если вы пишете какой-нибудь парсер. Представьте себе, что вы писали бы парсер языка HTML, и вам в любом случае нужно было бы найти в тексте теги сами по себе. Вот изиничный тег, в принципе, важно попробовать поймать регуляркой. Хотя это тоже такая не очень простая задача, потому что вот если бы теги были бы устроены вот так, то тогда бы регулярка бы сработала бы. Но учитывая, что они могут быть устроены как-нибудь вот так, это уже становится сложнее. В общем, такой инструмент обоюдоострый. Но давайте еще пару штук покажу про регулярки в питоне. Значит, я показывал сейчас одну команду find all, которая ищет просто все вхождения. Но давайте покажу, чего еще есть. Во-первых, можно... Значит, есть search. Search ищет просто первое вхождение, но при этом оно может его разобрать по кусочкам. Например, вот есть что-нибудь такое. Допустим, вот тот же пример с e-mail. Давайте мы возьмем какую-нибудь регулярку. Допустим, вот эту вот мою. И, например, я здесь хочу отдельно вытаскивать имя и отдельно вытаскивать домен. И я это могу сделать. Значит, вот каждая скобочная конструкция, она попадает в отдельную группу. И видно, что я могу обращаться отдельно к кусочкам к этим группам. Соответственно, отдельно к кусочкам этого регулярного выражения. Или, например... Сейчас, групп 0. Это, видимо, все. Да, это все вхождение. Вот. Ну и вообще здесь можно, например, посмотреть на... Значит, вот она выдает, где она начала первое... Начало мэкча, начало соответствия. Можно посмотреть, где она закончила. Видно, что действительно оно. Ну и всякие такие, какие-то еще штуки тут можно повытаскивать. Собственно, это то же самое. Вот. Значит, это search. Есть еще такая полезная штука. Значит, регулярное выражение можно использовать в сплите. То есть, вот обычно у вас сплит работает по... Обычный сплит. Он работает либо по пробелам или пробельным символам, либо по конкретным символам. Например, вот так вот он срабатывал сейчас по точке. Я разделил, ну, как-то, значит, как-то по точкам разделилось. Можно делать сплит с помощью регулярных выражений. В этом случае то, по чему делить, это регулярка. И, например, вот так я могу разделить по пробелам, точкам, символам переноса строки. Что-нибудь в таком роде. Ой. Нет, не так. Я хотел вот так сделать. То есть, например, если вы хотите, скажем, выделить все предложения, разделить текст на предложения, то давайте вот вернемся к нашему первому примеру. Например, я хочу поделить по... Респлит. Скажем, точки, восклицательные знаки. Что там еще бывает? Выпросительные знаки. Ну, в общем, вот это вот что-то похожее на разделение по... На разделение по предложениям. Хотя, конечно, и не так-то просто разделить по предложениям, потому что, например, точка может использоваться не только для того, чтобы показать, показать, что предложение закончилось, но и используется в сокращениях. Вот. В общем, тут... Если вы действительно хотите разделить текст на предложение, нужно внимательно подумать о том, как это делается, возможно, использовать готовый инструмент для этого. но если нужна какая-то грубая прикидка, то вот какие-то регулярки вполне подойдут. Вот. Чего еще есть? А, да, вот еще есть полезная штука, которая позволяет заменить что-нибудь на что-нибудь. Ну вот, например, я хочу заменить все цифры на звездочке. Вот. Вот. Пожалуйста, заменил. Значит, опять же, в данном случае я заменяю не одну конкретную цифру на звездочку, а прямо вот последовательность цифр на звездочке. И это, на самом деле, можно делать довольно хитро. То есть вот здесь вот в качестве того, на что я заменяю, можно передать какую-нибудь функцию. Ну-ка, давайте попробуем. Сейчас я сделаю диверсию. Значит, я заменил в этой строчке все числа, прибавил к ним единичку. Видите, был матфей 16, 18, а стал матфей 17, 19. В общем... В английском, для английского есть очень удобная штука az, а для русского можно так же? Ну, вернее, я понял, что нельзя, а как можно? Нет, ну, можно как бы вот так вот. А, все-все, я просто r не добавил. Сейчас. Окей, я добавил r, ничего не изменилось. Ну вот, пожалуйста, я вытащил сейчас все слова, написанные. Не интересно, что у меня r получилась. Ну, опять же, тут вот эти вот диапазоны, они основаны на том, в каком порядке буквы идут в Unicode таблице. И поскольку кириллический алфавит, собственно говоря, кириллический алфавит русского языка идет просто подряд, за исключением буквы Ё, которая где-то там в конце, ее нужно, конечно, отдельно включить. Вот так вот. Соответственно, вот такая вот, какая-то такая штука работает в качестве местного аналога таких символов, которые работают, из которых состоят слова. Вот. Значит, есть еще всякие особенности, например, например, допустим, понимают, есть еще однаengаааааааааааааааааааааааааааааа. Вот такая штука не матчится, потому что вот эта точка не матчится с переносом строки. Но можно ему сказать, чтобы матчилась вот так. Теперь матчится. Теперь точка может соответствовать, в том числе, переносу строки. Или, например, еще вот такая штука может выйти. Допустим, я ищу первый символ каждой строки. И опять же... Что-то здесь вот так вот нужно сделать. Вот. Значит, вот эта опция мультилайн, она говорит, что теперь символ начала строки – это как бы что у нас, поскольку строка состоит из нескольких строк внутри. Да, вот здесь можно сделать split по backslashm. Вот. Значит, он просто считает, что каждый из вот этих вот строк – это отдельная строчка, и вот этот вот символ, вот этот вот домик, крышечка вот эта, она соответствует началу каждой из этих строк. А если вот этот флаг не поставить, то тогда это будет означать, что это только буквально начало этой строки. Это как бы нулевой символ. Вот. Ну или, например, вот есть, скажем... Значит, вот так видно, что эта штука не учитывает большие буквы, но можно сказать, чтобы учитывала. Причем в этом месте она даже понимает, что у кириллических букв тоже есть версии большая и маленькая, и правильным образом это обрабатывает. Вот. В общем, такие вот всякие штуки тут бывают. Такой полезный инструмент. Да. Собственно говоря, даже если мы не хотели бы с этим инструментом сталкиваться вдруг, избежать довольно трудно, потому что, например, если вы, допустим, если вы используете Pandas... И если вы, например, хотите здесь сделать... Допустим, Replace. Вот на самом деле... Ой. Значит, на самом деле, видите, у него по умолчанию... Раньше вот здесь использовались именно регулярки. И... Ну вот сейчас он мне выдает warning о том, что это поведение изменится. Ну и это, в принципе, разумно. Потому что, на самом деле, у обычного Replace, который относится к обычным питоновским строкам, они не работают как регулярки. Но вот эта штука работает как регулярка. Ну вот, например, я могу здесь что-нибудь сделать более веселое, скажем. Как-нибудь вот так вот. Значит, можно сейчас сделать здесь явно. Сказать явно, что я хочу... Теперь он, по крайней мере, не будет выдавать warning. У меня был какой-то такой случай, что при попытке сделать какой-то Replace в Pandas, кто-то из студентов получил какой-то очень странный результат именно потому, что не ожидал, что Pandas здесь воспринимает то, что вы хотите заменить именно как регулярку. Ну, сейчас, в принципе, можно сделать вот так, тогда не будет его воспринимать как регулярку. Ну, и вообще, очень много где регулярки встречаются. Именно много разных функций для обработки строк, которые так или иначе включают в себя какую-то задачу мэтчинга. Они ожидают, что вы им скормите именно регулярку. Вот. Ну, вот такая вот история. Есть ли какие-нибудь вопросы? Нет. Ну, ладно, все тогда на сегодня. До свидания. Спасибо. Спасибо, до свидания. До свидания.